Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Престол Кореи. Борьба за власть. В мире данной игры паровые технологии в стиле стимпанк сочетаются с восточным колоритом. Готовы ли вы побороться за влияние в этом необычном регионе? Игра продается в небольшой коробочке и состоит из колоды карт и горстки жетонов. 8 карт сезона складываются в стопку по порядку рядом с жетонами победных очков. Случайный игрок получает жетон первого игрока и можно приступать к игре. Каждый раунд состоит из 4 фаз, которые отыгрываются последовательно всеми игроками по часовой стрелке. Сперва откройте верхнюю карту сезона. На ней указано, сколько карт из перемешанной стопки нужно раздать каждому игроку. Затем каждый может выбрать и положить перед собой любое количество одинаковых карт. Наконец, начиная с первого игрока и по часовой стрелке, каждый участник открывает карты и может применить эффекты тех персонажей, которых у данного игрока большинство. Эффект таких карт игрок может применять до, во время или даже после открытия новых карт. Главное, сохранять большинство на столе. Например, имея большинство банкиров, можно забрать со стола жетон победного очка, а имея большинство шпионов, украсть такой жетон у другого игрока. Некоторые из карт срабатывают и в другие фазы игрового раунда. Например, имея большинство вещателей, игрок будет добирать на одну карту больше. Отличаются от карт персонажей карты событий, чей эффект срабатывает лишь раз при разыгрывании такой карты. Разумеется, все игровые карты и их эффекты подробно описаны в правилах. В последней фазе каждого раунда игрок проверяет, что число карт, лежащих перед ним, не превышает числа указанного внизу текущей карты сезона. Если их больше, необходимо сбросить излишек. Но при этом карты событий не считаются, и их нельзя сбросить. Они убираются из игры только свойством священника. Теперь перемешайте все карты сброса и оставшиеся на руках у игроков вместе с колодой. Передайте жетон первого игрока и начинайте новый раунд, открыв следующую карту сезона. А по истечении восьмого раунда игра подойдет к концу. Игроки подсчитывают свои победные очки за жетоны, а за большинство карт каждого персонажа игроку полагается указанное на такой карте число очков. Каждая карта события перед игроком отнимает у него одно очко в качестве штрафа. Престол Кореи. Борьба за власть. Интересная карточная игра, в которой блефы и тонкий расчет играют первостепенные роли. Сразитесь за престол стимпанковской Кореи и вы! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова